Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. Взрослая поликлиника Ненинской окружной больницы и Центральной поликлиники Заполярного района провела акцию. Вторую субботу подряд здесь вакцинируют всех желающих от COVID-19. Привиться можно как первым, так и вторым компонентом вакцины. Рядом с прививочным кабинетом очередь на прививку от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи пришли, как говорится, старый млад. Анатолий Кондратенко сегодня прошёл второй этап вакцинации. Ну, даже не чувствовал. Не почувствовал. Всё хорошо. Вы своим друзьям, своим близким рекомендовали бы? Ну, они сами должны выбирать этот выбор. Так что я ничего не говорил. Перед прививкой обязательный осмотр терапевтом. Необходимо заполнить анкету, опросник, подписать согласие. Затем пройти медосмотр. Температура, давление, сатурация. Сделать прививку сегодня можно как первым компонентом вакцины, так и вторым. По заключениям исследований, вакцина действует в течение двух лет. То двух. То есть, если человек хочет прививаться как от гриппа на следующий год, можно, в принципе, и на следующий год привиться. Или посмотреть антитела. Если они ещё высокие, антитела высокие в крови, то можно подождать. Первый раз акцию провели 7 мая. Тогда на вакцинацию пришли более 80 человек. Принимают всех желающих, если нет противопоказаний. Прививочный кабинет работает до последнего пациента. Есть определённые показания. Обязательно надо пройти терапевта, осмотр терапевта перед вакцинацией. Если терапевт выявляет противопоказания на данный момент вакцинации, мы рекомендуем пациентам пролечиться, обратиться к участковому терапевту и обратиться потом после выздоровления для вакцинации. Вакцинироваться можно на выбор либо эпивак короны, либо спутником ВИ. Согласно рекомендациям, прививка вторым компонентом эпивак короны делается через 2-3 недели. Спутник ВИ строго через 21 день. Напомним, вакцинироваться могут жители старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. К ним относятся острые инфекционные и неинфекционные заболевания, период обострения хронических заболеваний, тяжёлые аллергические реакции беременности, период грудного вскармливания. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.